Телекомпания Веневисьон представляет Лилибет Марильо, Карлос Монтилья, Фабиолу Кульминарес, Хорхе Аравена, Мариса Роман, Анна Карина Касанова, Хуан Карлос Гарсия В телесериале «Любовь сводит с ума» Сценарий Альберто Гомес и Леонардо Падрона В телесериале снимались Ноэль Артиага, Энрисот, Беатрис Вальдес, Янис Чимарос, Роберто Ламарко, Гладис Ибарра, Таня Сарабио, Альберто Алифа, Милена Сантандер, Чони Фуэнтес, Кармен Хулио, Альварес, Лоли Санчес, Даниэла Баскопе, Карлос Вильямий Сар и другие Композиторы Пабло и Виктор Эскалона Операторы Элио Мачадо и Джонни Феблес Генеральный продюсер Мануэль Фрейс Грихальба Режиссер Сесар Боливер Любовь сводит с ума Дай мне сына Пабло Мартино Санна Марии, дай мне его Ты с ума сошел? Зачем тебе мой братишка? Не знаю, понесу его погулять, ему надо подышать свежим воздухом Только не знаю, сколько времени это займет Я не отдам тебе моего братика Ты уверена, что не отдашь мне его? Доктор Аливо, была у вас здесь пациентка Ракель де Мартинес? Нет, не была, она в своей палате Ее там нет Ракель сбежала Дай мне ребенка, Анна Мария Или мне придется взять его силой Эмилио, ты с ума сошел? Уйди Уйди, или я буду кричать Да? Будешь кричать? Ты что, угрожаешь мне? Прощай, красотка, и с ним прощайся Нет Не забирай моего братишку, Эмилио Нет, Боже Эмилио Эмилио Отдай мне братишку, Эмилио Эмилио Верни мне моего брата Верни, пожалуйста Эмилио Пожалуйста Верни мне брата Эмилио Эмилио Эмилио, отдай мне моего брата, прошу тебя На помощь Эмилио На помощь, кто-нибудь, помогите мне Эмилио Помогите мне Мне больно видеть тебя здесь, мама Тебе правда больно? Ты должна была ожидать, что произойдет нечто подобное, потому что в этом только твоя вина Моя вина? Ну да, во всем виновата ты С самого начала, когда ты задумала спутаться с Пабло Мартинесом Ты должна была ожидать, что это случится Нет, нет, мама Минуточку Это правда, что Пабло вышел из тюрьмы Полной ненависти к тебе и ко всем, кто его подставил Но в том, что сегодня ты сидишь со мной в одной камере Моей вины в этом нет Ведь это по твоему приказу похитили Пабло И это ты велела сделать так, чтобы он исчез Так что не вини меня Не спорь со мной Ты не должна была позволять этому человеку войти в свою жизнь Но ты уперлась и вернулась к этому подонку Пабло Мартинесу И к тому же родила ему сына, как последняя шлюха Мама, прошу тебя Это же нечестно Не вини меня в своих ошибках Послушай, Фернандо Так вышло, что мы с тобой сидим здесь, в одной камере Но тебе Лучше забыть, что мы из одной семьи Давай с тобой договоримся Будем общаться, как абсолютно чужие люди Нет, мама, даже не проси Ты все же моя мать Здесь нам нужно держаться с тобой вместе, чтобы мы могли дать отпор Иоланде Надо держаться друг за друга Донья Максимилиана де Сантана ни в чьей помощи не нуждается Я сумею за себя постоять Забудь, что ты моя дочь Ты мне абсолютно чужая Просто сокамерница, и все И не больше Эмилио С дороги, старая ведьма, если хочешь жить Куда ты несешь ребенка? Эмилио, отдай мне братишку Верни ей ребенка Эмилио, верни ей ребенка Пожалуйста Мама Луиса, ты его видел? Он туда побежал О, Боже Поднимайся скорее домой Позвони Пабло Позвони в полицию Позвони всем Скажи, что у нас украли ребенка Эмилио, нет Верни ребенка моей, Фернанды Нет Это сын Фернанды? Эмилио, нет Едем Давай, давай, гони Ракель? Эмилио, верни брата Господи, прошу тебя Эмилио, Ракель Привет, конфетка Что с тобой? Время есть Да, что с тобой? Ты плачешь? Езжай за той машиной У них мой брат За ними Садись быстро За ними, быстрее Продолжение следует... Девушки отдыхают. Все в порядке? Все плохо. Нет ничего хуже, чем ждать. А на людях тем более. Понимаю, мне очень жаль. Очень жаль. А мне еще больше. А ты? Тоже кого-то ждешь? Нет. В общем, да, на самом деле я жду клиента. Да? Можешь на время составить мне компанию, пока не пришел человек, которого я жду. А у тебя, я смотрю, вид, что ты грустный. Да, наверное. Дело в том, что иногда к нам приходят очень печальные новости, и несколько дней назад я получил худшую новость в своей жизни. Да? Моя дочь, то есть та, которая считала дочерью, оказалась не моей дочерью. И, в общем, если честно, я предпочитаю не говорить на эту тему. Помочь утолить мою печаль может только одно очень надежный способ. Это объятие красивой женщины. Ну что ж, случайно я не та женщина, которая должна обнять тебя? Господи, ты бы мне так помогла, не знаю, но мне кажется, что объятие такой великолепной женщины, как ты, излечили бы любого. Ну же, обними меня сейчас. Мне стало намного лучше, но еще не совсем. Не совсем. Чтобы почувствовать себя хорошо, нужно, по меньшей мере, еще семь таких объятий. Твое здоровье. И твое. Куда мы едем, Эмилио? Выходи. Выйди из машины. Ты что, мы приехали? Выйди из машины. Наш план был спрятать ребенка, а теперь из-за тебя весь город встанет на уши. Твой план уже провалился. Нас преследует Анна-Мария, пошли. Куда мы идем? Пошли, я сказал. Ладно, но ты опусти пистолет. Шагай, шагай. Опусти пистолет, я прошу тебя, ради ребенка, Эмилио, опусти пистолет. Эмилио. Они уже здесь. Они уже здесь, быстро. Опусти пистолет. Быстрее, быстрее. Пожалуйста, Эмилио. Заткни пасть и шагай. Эмилио. Эмилио. Эмилио, прошу, жалься надо мной. Не двигаться, ни шагу вперед, шевелись. Эмилио, пожалуйста. Идем, Анна-Мария. Идем. Не двигаться, я сказал, а ты шагай. Он же маленький, Эмилио, он еще грудной. Зачем ты пришла ко мне? Чтобы сообщить тебе, что мы с Пабло женимся, как только он разведется с Ракель. Ты что, правда, считаешь, что меня это волнует? Да, я считаю, что волнует. И очень. И не только волнует. Тебе больно. Ты в ярости. И ты ревнуешь. Даже не отрицай. Меня вовсе не удивляет, что вы намерены жениться. Я видела вас на фотографиях и сразу все поняла. Фотографии? Ты о чем? О Пабло. Дарю его тебе. Ты мне его даришь. В самом деле. Детка, ты сама не веришь в то, что говоришь. Ты в душе умираешь от ревности, дорогуша. Больше не приходи. Это слишком неприятное зрелище, видеть твое лицо полной дуры. Пусти меня. Шагай. Я тебя умоляю. Заткнись, я сказал. Пусти меня. Шагай. Ты делаешь нам больно. Не будь скотиной. Шагай, шевелись. Не болтай много. Не болтай, иди. Нет, мне там страшно. Заткни пасть. Шагай. Эмилио, я тебя умоляю, отпусти меня. Заткнись. Сейчас мы кое-что устроим. Нет, отпусти меня. Пожалуйста, отпусти. Они идут за нами, заткнись. Пожалуйста, Эмилио. Эмилио, вон они. Ракель, прошу, Ракель, отдай мне его, прошу, отдай мне братишку, пожалуйста, умоляю, отдай. Нет, я его не отдам. Малец останется у нас. Эмилио, жалкая душа, отпусти Ракель и ребенка, не будь гадом. Я не хотела красть ребенка. Он меня вынудил. Он чокнутый. Заткнись, заткнись. Уйдите ли я, пристрелю их обоих, оставьте нас. Эмилио, будь благоразумен. Нет, Эмилио, ты ненавидишь меня и мою семью, но мой братишка ни в чем не виноват. Подумай, если хочешь, возьми меня вместо него. Давай меняться. Пожалуйста. Нет. Верни мне его. Нет никаких обменов, никаких обменов. Отроди Пабло Мартинос останется с нами. Он останется. Осторожно, упадете. Отойдите от края, упадете. Не хотите, чтобы случилась беда, убирайтесь. Все прочь, прочь. Пойдем, Эмилио, сошел с ума, пойдем. Все, мы уходим. Пойдем. Эмилио, убери пистолет, прошу, я умоляю тебя, опусти пистолет. Заткнись. Отпусти меня, пожалуйста. Заткнись, ты меня достала. Будешь делать так, как я, скажу, и точка. Отпусти меня, прошу. Не надо, Эмилио. Господи, Боже мой, что происходит? Что же будет, Боже? Ну, все, все, все. Все. Мама Луиса, сюрприз. Милая, Ванесса сегодня будет обедать с нами. Я очень рада, милая. Я слышала, она очень скоро переедет сюда. Правда? Привет, Луиса. Здравствуй, детка. Мара. Мара. В чем дело, Мара? У нас большое горе, очень большое. Что случилось? Не пугай меня. Здесь был Эмилио. Он похитил сына Фернанды. Что? Нет. Эмилио с ума сошел. Зачем ему это? Господи. Надо позвонить тете. Боже милостивый. Зачем он это сделал? Ну, все, все, детка, тихо. Тихо. Да? Тетя Мара. Тетя Мара. Эмилио похитил моего братишка. Он здесь, сейчас, с Ракель. Да. Мама Луиса мне только что сказала. Да, но где вы сейчас? Тихо, тихо. Да, да, милая, да. Хорошо, я знаю, где это. Я сейчас же туда еду. Идем, Ванесса, идем. Эмилио зачем-то похитил Ракель и ребенка. Я сейчас же еду, пошли. Я буду звонить тебе, мама Луиса. Пока. Боже, не дай им сделать с ребенком что-то плохое. Ну все, моя принцесса, все. Не плачь, не плачь. Мне очень хочется думать, что ты ждешь не мужчину, да? Потому что на свете нет такого дурного парня, который бы не пришел на свидание с такой женщиной. Ты плохой психолог. Я как раз и жду мужчину, хотя я уже думаю, что с меня вполне хватит. Но ты уже никого не ждешь? Сейчас ты со мной. Это правда, Арнальдо. Думаю, мне нужно поблагодарить этого сеньора, что он не пришел. У меня такое впечатление, что с тобой мне будет намного интереснее, чем с ним. Серьезно? Тогда окажи мне услугу. При случае скажи ему спасибо и от меня тоже. Ведь благодаря ему я познакомился с тобой. Знаешь, я бы с радостью познакомилась с тобой ближе. Скажем, я хотела бы больше узнать о тебе. А я не против. Мне даже приятно твое желание. Ты можешь спрашивать меня, чем хочешь. Смотри, не прогадай. Ловлю тебя на слове. Послушай, скажи мне одну вещь. Кто этот придурок, которого ты так долго ждешь? Этот придурок и идиот мой муж. Прошу, Эмилио, отпусти меня, прошу. Заткнись, ты мне надоела. Здесь так высоко, Эмилио. Невысоко, невысоко. Прошу, Эмилио. Он сошел с ума. Он сошел с ума на помощь. Не двигайтесь, пожалуйста, упадете. Убирайся, Мара, убирайся. Эмилио, не глупи. Отпусти Ракелия ребенка. Послушай, я хочу тебе помочь. Иди. Иди сюда. Что, что? Помочь мне? Помочь мне в чем? Что с тобой, Ванесса? Нам с тобой уже не помочь. Умереть сейчас, умереть через два года. Это все равно, все равно. Эмилио, Эмилио, отпусти Ракелия, отдай ей малыша. Пусть она идет с ним сюда, пожалуйста. Нет. Нет. Уходите все, или я начну стрелять. Всех перестреляю. Убирайтесь. Нет. Осторожно, осторожно. Нет, нет. Эмилио, нет. Никому не двигаться. Нет. Отцепите улицу, перекройте вход и все подъезды. Приехала полиция. Сдайся им. Выхода нет. Кто их вызвал? Кто им сообщил? Осторожно. Я хочу знать, что здесь происходит. Этот парень больной. Он похитил женщину и ребенка. Отдайте ребенка, пожалуйста. Если подойдете, я прыгну вниз. Нет. Нет, Эмилио, нет. Надо вызвать сюда подкрепление пожарных. Быстро. Подруги. Хочу представить вам досточтимую Донью Максимилиану. Очень приятно. Я Пелуа, ваша милость. А меня зовут Скарфейс. Рада служить. А я Марипоса. А я Сурая. Да будет тебе известно, это все мои девочки. Они делают то, что я скажу. И все вместе мы превратим твою жизнь здесь в ад. Ты мне заплатишь за то, что хотела отбить у меня мужа. Иоланда, ты так труслива, что тебе нужна куча бандиток. Неужели ты не способна справиться со мной один на один? Конечно. Я ведь всегда и во всем была сильнее тебя. Во всем. Поэтому Лусяна и любил меня. Слушай, тебе лучше помолчать, не то я. Что здесь происходит? В чем дело? Мама, эти женщины что-то хотят от тебя? Ты смотри, какая, оказывается, хорошая дочка наша Фернандо. Решила заступиться за свою мамочку. Быстро свалили все из камеры. Не то я вызвану надзирательницу. Трусливая вы свора. Вы же себя чувствуете сильными и смелыми только тогда, когда вы собираетесь в стаю, да? Ну-ка, быстро, пошли отсюда. Ну, ты и дура. Сама дура. Чтобы никто не смел даже пальцем тронуть мою маму. Чтобы никто не смел даже подойти к ней, потому что ради нее я готова на что угодно. Я смотрю, ты такая смелая, Фернандито. Господи, а где же та Фернандо Плакса, которую мы все знали? Где она? Пошли, подружки, пошли отсюда. Да, уходите. Ничего, придет время, и мы поставим мамочку с дочуркой на место. Пошли отсюда. Да, проваливайте. Ты бы заткнулась, Скорпионша. Не беспокойся, мама. Мы со Скорпионшей не позволим, чтобы эта Иоланда со своими шестерками причинили тебе зло. Я сама постою за себя. Вечным словом магии я очищаю тебя. Святой водой я отгоняю от тебя злых духов. Семь субстанций, семи главных сил. Снимаю зло креста. Снимаю крест. Снимаю крест. Есть где-нибудь крест? Разведи руки, нет креста. Свят, свят, свят. Все, что дурно влияет. Уйди, уйди. Исчезни навсегда. Уйди из тела ее. Вон, вон, вон. Вон отсюда. Прочь из ее тела, прочь из ее тела. Пусть она навсегда забудет моему. Источник всех напастей. Вон, вон отсюда. Вон отсюда. Мэмо, я очищаю тебя. Очищаю тебя. Очищаю навсегда. Пусть он уйдет. Пусть уйдет. Мэмо, уйдет. Мэмо, уйдет. 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 Кто, кто идет? Скажи мне. Расаура, Расаура, пожалуйста, помолчи, помолчи. Ты выведешь из транса мою маму. Не отвлекай ее. Уйди, уйди. Уйди, Булулу. Уйди, Булулу. Уйди. Уйди, Мэмо. Устала. Ты устала, мамочка. Много энергии отдала, да, мама? Мама, спокойно. Успокойся, мамочка. Сейчас, сейчас. Не волнуйся, не волнуйся, Расаура. Она выходит, она выходит. Да-да, сейчас. Как все прошло? Все хорошо, все прекрасно. Только ничего не говори. Пока, мама. Пока, мама. Смотри. Это здесь? Позвольте, пожалуйста, позвольте. Пустите. Подождите, вам сюда нельзя, здесь прохода нет. Почему нет? Почему нельзя пройти? Нам только что сообщили, сеньор, тот ребенок, что там. Это мой внук. Да, я понимаю, сеньора, но мы отвечаем за безопасность в этой зоне. Вам туда нельзя. Послушайте, вы не поняли, это бабушка того ребенка, который там наверху. Я не могу пропустить вас. Кристина, амаполо, надо сообщить Пабло. Не волнуйся, Аманда, я уверена, сеньора Луиса сообщит ему так же, как сообщила нам. Ладно, Ванесса, иди сюда. Сюда, Ванесса, но что там? Эмилио и Ракель похитили ребенка Фернандо. Эмилио вооружен и не хочет отпустить их. Понятно. В любом случае, мы тут бессильны. Надо сообщить Пабло. Идемте. Пожалуйста, Эмилио. Эмилио. Эмилио, послушай меня. Тебе лучше сдаться, не осложняй положение, тебе хуже будет. Пожалуйста, Эмилио, отдай нам малыша, умоляю. Нет, я его не отдам. И Ракель не отпущу, и сам не сдамся. Я хочу, чтобы вы все убрались отсюда. Позвоните Пабло, позвоните моему мужу. Позвоните ему скорее. Позвоните. Позвоните евро. Нет. Анна-Мария, позвони. Позвоните Паблу. Да, да, позвоните Паблу Мартинесу, если хотите, чтобы его сын сдох. Осторожно. Осторожно. Боже мой. Я не могу понять, как это никто из персонала не видел, что Ракель сбежала из клиники. Уму непостижимо. Это непростительно, доктор. Как у вас могла убежать пациентка? Ну. Позор, да и только. Алло. Анна-Мария, слушаю. Да. Да, в чем дело? Почему у тебя такой взволнованный голос, что случилось? Ты уверена в том, что говоришь? Да, конечно, конечно. Я сейчас еду. Где это? Говори адрес. Да, 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 да. Да, да, я, кажется, знаю, где это. Все, все ясно. Я немедленно выезжаю. Скажи полиции, пусть ради бога сделают все, чтобы мой сын не пострадал. Что случилось? Вы оба должны поехать со мной. Да, но куда ехать? В общем, Ракель и один знакомый семьи из Сантано похитили моего сына. Положение непростое, они в смертельной опасности. Там полиция, вы единственные, кто сможете повлиять на Ракель. Я прошу вас, умоляю, поедемте со мной. Да, да, мы едем. Надо спросить инспектора Рохаса. Конечно, едем. Поехали. Значит, ты замужем и все такое. А ты? Ты что, не женат? Нет, холостяк в самом чистом виде. Ну, ты же мне сказал, что у тебя дочь, и, как оказалось, она не твоя дочь. Просто я сейчас активно развожусь. Знаешь, я обожаю разведенных мужчин. Ты знаешь, за что? У них ведь такой богатый жизненный опыт. Да. Да. А теперь я, пожалуй, пойду, потому что мне надоело ждать того, который так и не пришел. Прекрасно, прекрасно. Скажи мне, Верхиния, да? Да. Скажи, мы еще увидимся? Может быть. Может быть, и увидимся. Вот, возьми. Позвони мне. Когда захочешь. Был очень рад познакомиться. Спасибо, я тоже. Послушай, окажи мне услугу. Пожалуйста. Может, обнимемся на прощание. В счет будущего. Как снова? До свидания. До свидания. Арнальдо, Арнальдо, ты самый великий. Это тоже практически сдалась. В следующий раз дело должно дойти до постели, Арнальдо. Отчищаю тебя от всего плохого в тебе. Очищаю от плохого, от всего плохого. Целебными травами. Майораном. Да. Майораном. Все плохое, изыди. Раз, раз, раз. Покинь ее тело. Прочь. Покинь ее душу. И ее сердце. Пусть моему исчезнет навсегда. И придет к ней новая любовь. Да. Новая любовь. Пусть придет. Скорее. Пусть исчезнет мемо. Навсегда. Исчезнет. Исчезнет. Новая любовь. Новая любовь. Приди. Пусть ее наполнит счастье, Боженька Святый. Пусть уйдет из нее любовь к мему. Пусть придет к ней новая любовь. Пусть придет новая любовь к нашей Росауре. Пожалуйста. Воздух. 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 Очищающий воздух. Очищающий воздух. Вот он. Здравствуйте. Привет, Сильвану. Я клянусь, что я не верю во все эти штуки. Дело в том, что я... Я клянусь. Ну да. Ну и что? Что такого? Что такого, Росаура? Чем тебя так смутил этот бедный парнишка? Что он тебя так смутил? Слушай, Сильвану, я тебе скажу все по-честному. Я тебе все скажу. Я вот здесь колдовала над этой девчонкой для того, чтобы изгнать из ее тела, из ее души, из ее сердца Мэмо. Подлого, негодяя Мэмо. И призвать к ней новую любовь. Послушайте, вы классная колдунья, синьера, потому что новая любовь Росауру, это я. Скажешь тоже. Мама, какими силами ты владеешь? Я не теряю зря времени, милая. У меня все быстро получается. Смотри, Росурито, ты видишь? Моя мама нашла тебе пару и очень быстро подружка. И не кого-то там просто так. Этот юноша здесь один из первых красавчиков. Один из лучших, кого я видела во всем Каракасе и его окрестностях. Он просто прелесть. Да, он прекрасен, милая. Это я. Это я. Что ты? Это я. Ну да, ты. Да, я, да. Я колдунья. Я колдунья. Я вещунья. Мама, Луиса, я так рада тебя видеть. Господи, дочка. Ты знаешь, кого сегодня привезли сюда? Кого? Маму. Она сейчас в одной камере со мной и с Эоландой. Фернандо, я должна тебе сказать, дочка. Ты должна выслушать меня. Ну, говори. Чем ты так встревожена? Что-то с Павлито? Он снова заболел? Нет. Что-то с дочкой Анны-Марии? Дочку Анны-Марии я оставила у синьора Ампару, милая. Я хотела сказать тебе о твоем малыше. Что с ним, мама Луиса? Что случилось с моим крошкой? Эмилио и Ракель украли его. Но зачем Эмилио нужен мой ребенок? Зачем? Наша Анна-Мария побежала за ним вдогонку. Сейчас то место, где они находятся, уже окружила полиция. Значит, мой сыночек в опасности, мама Луиса. Господь этого не допустит, дочка. Мой сын был у Анны-Марии. Это все потому, что она бросила его в день свадьбы. А Ракель ненавидит Павлиту из-за меня. Я знаю, будет беда, мама Луиса. Мое сердце чувствует, что беда будет. Послушай, красавчик, какие у тебя волшебные глаза, красавчик. И с каких же это пор, позволь спросить, ты влюблен в нашу Расауриту? Ну, вообще-то очень давно. Да. Нет, так не пойдет, не пойдет. Никаких вам этих, ой, какая же она красавица. Нет, не такая уж она и красавица, парень красавица. Здесь, я, смотри, на меня. И я, смотрите, я прелесть. Послушай, послушай меня, я тебе вот что скажу. Ты правда хочешь влюбить в себя Расауру, да? Я могу тебе в этом поспособствовать, чтобы эта девчонка сдалась. Понимаешь? Но для того, чтобы мне устроить это, для тебя надо, чтобы ты снял всю одежду. Даже майки не оставил. Снял все и остался голый. Абсолютно. Серьезно? Да, серьезно, Сильвану. Голый, совсем голый, милый. Так лучше получится. Большое спасибо, что будете заниматься Сильвану, пока я приму душ и высушу волосы. Ну что, это мы с тобой подружки, правда? Нет, детка. Что значит большое спасибо? Что значит твое большое спасибо, если для нас это сплошное удовольствие? Это для нас честь услужить такому прекрасному юноше, такому доброму молодцу. Да. Просто красавчик. Ты смотри, Тобиас, похоже, у нас гости. Здравствуйте, как дела? А что это за лоханка посреди нашей гостиной, Росаура? Этот запах травы, эти причиндалы и воняет чем-то? Что это значит? Нет, не сердитесь, клянусь вам, я сейчас быстренько все уберу, открою все окна и проветрю. Запах какой-то странный. Нет, позвольте, пастор, и Тобиас только что по радио сказали жуткую новость. Я не понял, Кармини, что ты там слышала такого жуткого, что тебя напугало? Я слышала, что украли ребенка сеньоры Фернанды и Пабло. Что? Что ты такое говоришь, какого еще там ребенка, если у них нет никаких детей? Я же вам говорю, так передали по радио, что это их ребенок, то есть сеньоры Фернанды Сантаны и Пабло Мартинеса, и что украл его какой-то там Эмилио, сеньоритой Ракель. Ракель? Эмилио. Да, Эмилио. Так они сказали, что именно они это украли, ребенка еще, что там жуткое столпотворение, они с ребенком залезли на самый верх. Господи, боже ты мой. Где мой сын? Наверху, сеньор. Идемте, пожалуйста, быстрее, доктор. Идемте. Эмилио, я знаю, ты в отчаянии из-за болезни, но мы можем помочь тебе. Эмилио, мы покажем тебя моему врачу, той, которая сейчас лечит меня. Не теряй надежду, и мне было так же плохо, но мне все помогали, меня поддерживали. Мне стало намного лучше. Ракель, не нужны мне твои утешения, люди презирают меня, я всем противен. Нет, отдай нам ребенка. Ракель! Эмилио сошел с ума, он хочет, чтобы мы прыгнули, помоги Пабло. Здесь слишком много людей, надо увезти всех подальше отсюда. Уходим, уходим. Дамы и господа, прошу вас, уходите. Отдай мне ребенка, Эмилио, пожалуйста. Уходите быстрее. Пабло, все без пользы, Эмилио сошел с ума. Он никого не подпускает. Подождите, я сам подойду и поговорю с ним. Убедить его постараюсь, чтобы он сдался. Эмилио, я знаю, все в порядке. Я всего лишь хочу поговорить с тобой, я подойду к тебе. А ты не нервничай, потому что я ничего тебе не сделаю, выслушай меня. Я не вооружен, как ты, у меня нет оружия, я только хочу поговорить. Спокойно, да? Спокойно, отдай мне ребенка, Ракель. Подойди потихоньку. Да? Ну? И ты, Ракель, потихоньку, спокойно. Все в порядке? Оставь меня. Нет. Спокойно, спокойно, Эмилио. Я только хочу забрать своего сына, и все. Лусяну, какой грустный финал нашей жизни. Ты мертв. А я мертва при жизни. Нет. Нет, не может быть. Не может быть. Что, подруга, что тебя так расстроило? Мне только что сообщили страшную новость. Мама, Эмилио и Ракель украли моего сына, они его похитили. Похитили сына? Да, мама. Они украли его, украли. А я здесь ничего не могу сделать для него. Мама, я сижу здесь и ничего не могу сделать. Я с ума сойду, мама. Они украли моего сына. Украли. Святой Иуда, Тадео, спаси сыночка Пабло. Не дай, чтобы с ним случилось что-нибудь плохое. Жалься над ребенком, который только еще начал жить. Богородица. Дева Мария, ты же сама мать. Помоги этому малышу. Пречистая Дева Искаромота, спаси невинную душу. Обещаю поставить сюда золотого младенца Иисуса. Святой Панкратий, благочестивый. Святой Панкратий, заступник детских душ. Спаси малыша. И ты, Хосе Григорьеви Ирнандес, не дай погубить ребенка, Боженька, истинный всемогущий. Мой сыночек в опасности, мама. Эмилио и Ракель сгорают от ненависти и могут сделать что угодно. Спокойно, подруга. Ты же знаешь, эту пару подонков окружила полиция. С твоим малышем ничего не будет. Но я боюсь, мама, я так ужасно боюсь. Почему вы молчите? Вам что, не важно, что может случиться с вашим внуком? Не трудись обращаться ко мне. Доня Максимилиана не будет слушать какое-то там ничтожество наподобие тебя. Ах так, ошибаетесь, сеньора, знаете что? Вы здесь такая же, как я. Я здесь такая же, как вы. Здесь в тюрьме. Мы все равны, ясно? Здесь мы всего лишь номера. Здесь нет никакой доньи, никакой сеньоры. Здесь есть только номер уголовного дела. По нему нас и различают. Это вам. Ясно? Прошу тебя, скорпионша. Подруга, да у меня все внутри переворачивается от такого страшного безразличия твоей матери перед тем, что может произойти с твоим сыном. Это правда, мама? Тебе что, не важна его судьба? Да, все верно. Это сын Пабло Мартинеса, а ты ненавидишь его всеми силами души. И тебе не важно, что это и мой ребенок. Это твой внук, мама. В нем течет твоя кровь. Анну Марию я любила всем своим сердцем, потому что я думала, что она дочь Арнальдо. Но если бы я знала, что она дочь Пабло Мартинеса, я бы презирала ее. А судьба твоего ребенка меня абсолютно не волнует. Какое же у вас черствое сердце, сеньора. По-моему, его даже и сердцем назвать нельзя, потому что это что-то другое. Похоже, у вас в груди тяжелый холодный камень, ясно? Скорпионша. Пожалуйста, отдайте мне сына, пожалуйста. Эмилию, прошу, позволь мне уйти с ребенком. А ты поговори с Пабло, умоляю, позволь мне уйти, пожалуйста. Нет! Нет! Ты останешься со мной, отсюда никто не уйдет. Слушайте внимательно. Я хочу говорить с полицией. Я хочу, чтобы мне дали вертолет, чтобы я мог выбраться отсюда. Пабло Мартинес, ты понял? Вертолет! И чтобы за мной не следили. А если не будет вертолета, мы все трое прыгнем отсюда вниз. Фильм озвучен компанией Зон Вижн. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok